Добрый день, друзья! Сегодня мы разберём второй текст из шестого урока учебника Мирошенковой и Фёдорова. На всякий случай напомню, что все предыдущие тексты уже выложены на канале. Если вы не видели, их можете посмотреть. Итак, переходим к тексту, к предложениям. Первое. Клавус, клава, пеллитур. Клавус – это гвоздь. Клаву – это тоже. Это форма от слова «клавус». Это форма аблатива и пеллитур. Пелло – забивать. Здесь окончание тур, которое показывает нам, что это третье лицо, единственное число и форма пассива. То есть, забивается. И мы понимаем, что аблатив в этом предложении клаву играет роль аблатива в инструменте. То есть, гвоздь гвоздём забивается. Второе. Агендум – нон консультантум эст ин танту малу. Агендо – у нас форма образована от глагола «аго» – «делать». Здесь добавляется суффикс «н-д», который говорит нам о том, что это форма герундива. Аналогично со словом «консультантум». Вот тоже «н-д». Значит, это форма, которая показывает оттенок должностования. То есть, «агендум» – это нужно делать, «нон консультантум» – не нужно рассуждать. И к этому добавляется «эст», который показывает, что всё, что было до этого – это у нас так называемое второе описательное спряжение. То есть, нужно делать, а не размышлять. «Ин танту мало» – после предлога «ин» должен идти об латив. И вот окончание «о». «Ин танту мало», то есть, в такой неприятности, в такой неприятной ситуации. То есть, нужно действовать, а не думать в такой неприятной ситуации. Третье. «Немо дебет без пунири про уно деликто». «Немо» – никто. «Дебет» – от «дебео» быть должным. Значит, «не должен», «никто не должен». «Бис» – дважды. «Пунири» – это форма инфинитив пассива. «Пуно наказывать» – значит «быть наказанным». «Про уно деликто». «Про за уно одно деликто преступление». То есть, это форма аблатива. «Уно деликто». Значит, «никто не должен быть дважды наказанным». «Бис наказан за одно преступление». Четвертое. «Плато» – это Платон. Платон что делает? «Апеллот»? Называет. Называет кого? «Поэтос» – аккузатив, pluralис, да, от «поэта». Напоминаю, да, «поэта». «Поэт» по первому склонению идёт, потому что кончается на «а» в начальной форме, поэтому здесь окончание «а». Значит, «поэтов» называет «сыновьями». Это тоже «акузативус pluralис». И мы понимаем, что вот эта вся конструкция у нас называется «акузативус дуплекс». Вот как раз она так работает. Кого чем называют? Кого как называют? Платон называет «поэтов сыновьями», «сыновьями». Кого? «сыновьями богов». «Деорум» – окончание «орум», потому что это «генетивус pluralис». И получается, что Платон «поэтов сыновьями богов» называет. Пятое. «Ира инитиум инсания апэнио поэта экзистиматур». «Ира», «гнев», «экзистиматур», «экзистиму», «считать». Здесь у нас окончание «тур». Значит, это третье лицо, единственное число. Пассив считается, «гнев» считается. «Кем?» «Аб энё поэта». Это «аблативус аукторис», потому что значение «кем» считается поэтом «эне». И считается «инитиум», «началом», «аккузатив». «Началом чего?» «Началом инсания», «безумие». Это «генетивус», «сингулярис». То есть «гнев», «началом безумия», поэтому «эне» считается. Шестое. «Нотум эст», «магистрос», «интертум», «адискиполис», «доктрина», «суперари». «Нотум эст», известно, что. Значит, дальше у нас пойдет «аккузативус ком инфинитива». Все остальное зависит от «нотум эст». Значит, подлежащее здесь «магистрос» с окончанием «ос», потому что это «аккузативус плюралис». Значит, учителя. «Магистр», «учитель», «магистрос», значит, «учителя». «Интердум» иногда. А «дискиполис», «дискиполис», «от дискипулум», «ученик». Это у нас «аблативус аукторис», «плюралис», «учениками», «доктрина», «аблативус инструменте», то есть «вучение» и «суперари» – это «инфинитив пассив», «быть превосходимым», «превосходиться». То есть известно, что учителя иногда учениками в учении «превосходятся». Седьмое. «Фортуна», «кайка дикитур». «Фортуна», ну «фортуна», «кайка», вот согласуется здесь «фортуна», «кайка», «слепая». «Дикитур» от «дико», «говорить». «Дикитур» значит, это форма третьего лица единственного числа «пассив», то есть «называется». «Фортуна» называется «слепой». Восьмое – это стихотворение. «Амикус кертус инре инкерта кернитур». «Амикус» – «друг». «Друг кертус надёжный» согласуется с определением. «Инре инкерта» – там даётся сносочка. Это существует на пятого склонения, которое пока ещё мы не разбирали. Ну, это «аблативус» от слова «дела», то есть «в деле инкерта». «В деле ненадёжном» – вот здесь как раз «кертус» и «инкерта», они как бы противопоставляются, да, там был «надёжный», а здесь «ненадёжный». «Кернитур» – окончание «тур», значит, это пассив, третий лиц, единственное число, определяется. «Друг надёжный» в «деле ненадёжном» определяется. Ну, то есть «друг» познаётся в беде, мы можем сказать. Девятое. «Нунквам перикулам, сине перикулу, винкетур». «Нунквам» – никогда, «перикулу» – опасность. «Сине перикулу», после «сине» у нас всегда идёт «аблатив», «перикулу» – значит, «без опасности», «опасность без опасности», «винкетур». «Окончание тур», значит, «третье лицо», единственное число – пассив, «винкот» – «побеждать», значит, «побеждает сам». «Никогда без опасности не побеждается». Десятое. «Нихель» – ничто, «ректе» – правильно, «сине экземплу», «дакетур», «аут дискетур». «Экземплу», но тоже «сине» с аблативом. «Экземплу» – пример, «сине экземплу» без примера. «Докетур», «аут дискетур». И там, и там окончание «тур». Значит, это третье лицо, единственное число – пассив. «Докетур» – учить кого-то, то есть здесь будет наоборот. «Преподается», «тур от диско» – «учить что-то», значит, «изучается». И все вместе ничто, правильно, без примера, не преподается и не изучается. Одиннадцатое. «От пульхрум эст дигито монстрари». «Монстрари» – это инфинитив, пассив. «Монстр показывать» – значит, это «быть показываемым». «Показываемым чем» – «дигито». Это «облатиус инструменте». «Пальцем», «когда на тебя показывают пальцем», значит. «От ведь пульхрум эст», то есть «прекрасно». «Прекрасно что?» «Показывание пальцем», то есть «ведь прекрасно пальцем показывание». Ну, это можно перефразировать как «прекрасно, когда на тебя показывают пальцем». Вот так. Двенадцатое. «Аргументе пандерантур, нон номерантур». «Аргументе» – это номинативы с «плюралис» от «аргументум». Ну, так и есть. «Аргумент», значит, «аргументы». «Пандерантур». Окончание «нтур», значит, третье лицо, множественное число, пассив. «Пандеро» – «взвешивать», значит, «взвешиваются». «Нон номерантур». «Нумеро» – «считать», здесь тоже окончание «тур», то же третье лицо, множественное число, пассив, значит, «считаются». И, значит, «аргументы» взвешиваются, а не считаются. Тринадцатое. «Аргументе пандеранда, нон номеранда сунт». Опять же, «аргументы». Дальше у нас формы герундива, мы это видим, потому что появляется суффикс «н-д», и там, и там. И герундив у нас входит в второе писательное спряжение, потому что после этого идет сунт, то есть здесь мы это передаем как «должны взвешиваться» и «не должны считаться». И, да, вот тут вот окончание будет «а», потому что согласование с аргументом. Значит, «аргументы» должны взвешиваться, а не считаться. Четырнадцатое. Пакта – это соглашение, номинатива с pluralis. Сунт серванда – это тоже второе писательное спряжение, в которое входит герундив. Вот у нас суффикс «н-д», который передает значение «быть должным». Серву – служить, поддерживать. Значит, соглашения должны поддерживаться. Вот здесь «а» и здесь «а». Пятнадцатое. «Феррум дум кандит кудендум эст». «Феррум» – железо. «Дум» – пока. «Кандит». Это значит «светится», когда вот очень сильно нагревается, светится от жары. Значит, «железо», когда светится, «кудендум эст» тоже. Второе писательное спряжение с герундивом. Суффикс «эн-дэ». «Феррум» – поэтому «кудендум». И мы переводим «кудендум эст» – значит «должно коваться». И все вместе получается «железо пока светится, должно коваться». На этом текст шестого урока кончается. В следующий раз мы перейдем к седьмому уроку. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Если вы что-то недопоняли или заметили, что я где-то облажалась, пожалуйста, пишите в комментарии. И спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok